Во времена, когда мир был окутан мраком, никто не отваживался восстать против зла. Страх заглядывал даже в самое храброе сердце и поселялся в нем навсегда, не позволяя впредь обрести решимость, собрать все силы в единый кулак и ударить этим кулаком покишащим повсюду силам тьмы. Тогда на стороне зла также сражался один отчаянный пират, главарь видавших виды разбойников, никогда не брезгующих чем-нибудь поживиться, сорви голов, вечно жаждущих урвать свой кусок, да побольше. Ведя свою кучку жадных пиратов на неприступные города и всегда непременно опрокидывая их оборону, легендарный капитан Соломон Кейн приобрел за счет этого довольно-таки скверную репутацию. Однажды в очередных поисках несметного сокровища Соломон повел своих головорезов на один из городов Северной Африки. Даже сотни бесстрашных воинов не смогли остановить непоколебимого капитана. Никакие запертые ворота не могли препятствовать Соломону зайти в застенки холодной гробницы и отобрать у мертвых их чистое золото, инкрустированное драгоценными камнями всевозможных цветов. Когда охрана замка осталась позади, Соломону предстояло отыскать тронный зал в огромной каменной твердыне, где подобных сооружений было бесчисленное количество. Все последующие залы были на удивление абсолютно безлюдны. В одном из роскошно обставленных залов на пути пиратам попались на вид странные зеркала. Вокруг стояла гробовая тишина, словно здесь вот уже сотни лет не ступала нога человека. Пираты капитана нарушили эту звенящую тишину своими голосами, за что в ту же секунду заплатили сполна. Когда нескольких головорезов утащили с собой кошмарные существа из зеркал, остальные искатели сокровищ навалили в штаны, начав роптать о присутствии дьявола в этих стенах, что не понравилось идущему к своей цели капитану. Молчать, собаки! Следовало поспешить чтобы пройти зал с жуткими зеркалами, и Соломон не стал задерживаться. Но как только он переступил порог следующего помещения, громоздкая дверь за его спиной сама собой захлопнулась, разделив капитана с его командой. Соломон прислонился к двери и только и смог что услышать предсмертные крики своих подчиненных, а затем пространство снова заполнила оглушительная тишина. В тронном зале также не было ни единой души. Воздух разрезало лишь эхо жуткого призрачного голоса, произносящего имя Соломона. Это малозаботило самого Соломона, потому что его взором овладела гора золотых монет и искусно сработанных украшений, при виде которых он забыл обо всем на свете. Восторгаясь сокровищами, взгляд Соломона небрежно скользнул дальше в сторону пустующего трона, где глаза капитана нашли мертвого короля, лежащего в луже собственной крови. Резко стало очень холодно, да так что изо рта пошла испарина. Послышались множественные голоса давно умерших духов, что прибыли прямиком из ада. Эти духи были темнее ночи, они закружили вокруг капитана, обволакивая его лоскутами непросветной материи. Вскоре духи стали воссоединяться в одном месте, быстро образовав собой рослое существо, скрывающее лицо по тенью глубокого капюшона. Соломон задал вопрос существу, желая знать с кем имеет дело. Занявший трон мертвого короля, великан ответил мертвенным голосом, что он никто иной, как посланник дьявола. Жнец, прибывший забрать душу Соломона. Пришло время завершить сделку, заключенную аллочным пиратом в далеком прошлом. Естественно, Соломон отказался отдавать свою душу, потому что никакой сделки он на самом деле не заключал, а значит и сама сделка не должна состояться. Такой ответ не понравился Жнецу, потому он собирался отнять душу аллочного убийцы силой. Понимая, что в этом сражении Соломону не победить, капитан подготовил план отступления и, рискуя жизнью, бросился в витражное окно тронного зала. После встречи со Жнецом Соломон постарался сойти с порочного пути. Чтобы спрятать свою душу подальше от глаз преисподней, Соломон уединился в храме под защитой монахов, где-то на землях Туманного Альбиона. Но спустя десяток месяцев преподобный попросил Соломона покинуть стены храма, потому что ему было велено сделать это голосом Господа, пришедшим в ночных сновидениях. Соломон попытался уговорить настоятеля не изгонять его, но уговоры не сработали. Соломону пришлось покинуть свой новый дом и отправиться в путешествие в поисках своей дальнейшей судьбы в качестве паломника. На тракте было полно разбойников, но Соломон нисколько не боялся их. Он поклялся, что больше никогда не применит насилие против человека, и отрекаться от своей клятвы он не собирался. А зря, потому что эти самые разбойники решили навестить одинокого паломника и ограбить его. Из-за сильного удара по затылку Соломон потерял сознание. Очнулся ограбленный паломник уже в повозке добрых людей, которые подобрали его и выходили своими силами. С этого момента в прошлом капитан пиратского судна разделял дорогу с этими добрыми людьми. Они делились с ним едой и даже смастерили новую одежду. Вскоре повозка добрых людей в компании с Соломоном наткнулись на выжженную деревушку, где не осталось ни одной живой души. У мертвых были выжжены глаза, их тела были хаотично разбросаны по местности. И Соломон, кажется, знал, какая причина их смерти. Похоже, что они хотели сжечь ведьму, но так и не смогли этого сделать. Среди мертвых нашлась живая девочка, которая была напугана до полусмерти. Она рассказала своим спасителям, что произошло в деревне. Версия Соломона была правдивой. Жители деревни пришли посмотреть на сожжение ведьмы, но пламя не тронуло ее. Она лишь хохотала, выкрикивая проклятие. Затем, когда веревки не выдержали, ведьма освободилась и выжгла глаза всем, кто пришел посмотреть на ее смерть. Услышав о таких ужасах, добрые люди хотели помолиться, чтобы попросить у бога защиты. На что девочка резким голосом ответила отказом. Соломон сразу понял, что поведение девочки необычное. Он предложил надеть на нее крестик, чтобы защитить от зла. Это заставило девчонку показать свое истинное обличие. Перед тем, как исчезнуть, ведьма оставила метку на ладони Мередит, дочери мистера Кроттерна. Похоже, у зла были какие-то свои планы на юную девушку. Через несколько дней зло снова напомнило о себе. Соломона разбудил Сэмюль и рассказал, что слышал какие-то голоса недалеко за деревьями. Это были разбойники. Их было много, и они хватали крестьян, собираясь подчинить себе. Когда Соломон вернулся в лагерь, то было уже поздно. Разбойники с изувеченными лицами добрались и до людей, что помогли паломнику. Один из разбойников хладнокровно убил молодого Сэмюэля. Это было последней каплей для Соломона, чтобы нарушить клятву. Много дней Соломон искал Мередит, по пути натыкаясь на разоренные мародерами поселения и множество людей, что столкнулись с бедой. Но никто не видел нужную капитану девушку. В поисках убежища на ночь Соломон присмотрел стены разрушенного храма. Там, казалось, в безлюдном обители Господа капитан встретил святого отца, который так же, как все остальные, пытался выжить среди распространяющегося повсюду безжалостного зла. Святой отец сбился с пути Господнего. Его паства не по своей воле была превращена в тварь адептами колдуна Малахая. И эту паству нужно было чем-то кормить. К сожалению, Соломон слишком поздно понял, что в качестве еды для голодной паства должен был послужить именно он. Капитан не был легкой закуской, потому он смог выбраться из ямы с упырями. Казалось, опасность позади. Вот только на поверхности Соломона уже поджидали другие проблемы. Это были те самые разбойники с дороги, что ограбили беззащитного паломника и едва не лишили его жизни. Похоже, эта скудаумная троица решила примкнуть к армии Малахая, и теперь их и без того страшные рожи были искажены проклятием колдуна. Эти трое думали, что паломник, так же как в прошлый раз, не посмеет поднять руку на честных грабителей и убийц. Но они немного просчитались. Последнего из веселой компании Соломон решил допросить. Он хотел узнать у благоверного, куда мародеры Малахая увезли Мередит. Болван под страхом смерти выкинул Соломону, что Мередит умерла, чему Соломон сначала не поверил. Но эти слова болвана забрались к нему в голову, и в конечном итоге он сдался. Чтобы подавить свои страдания, Соломон стал посещать трактиры придорожного поселения. Вскоре легендарного капитана едва можно было узнать, но кое-кому все же удалось это сделать. Это был моряк, который ходил под началом капитана, и он знал, что такой лидер как никогда пригодился бы, чтобы повести остатки сопротивления против колдуна Малахая. Естественно, пьяный как дым Соломон послал надоедливых повстанцев подальше. То, что за ним рано или поздно придут мародеры Малахая, абсолютно не трогало его, потому что он потерял Мередит, а значит вместе с ней потерял и свою душу. И мародеры Малахая не заставили себя ждать. Под покровом ночи они отыскали Соломона и подвесили на кресте, чтобы каждый видел, что этот человек не станет для них никаким спасителем. Когда Соломон, свисая на кресте, увидел Мередит, то не поверил своим глазам. Это означало, что он рано опустил руки и все еще мог спасти Мередит и вместе с ней свою душу. Из последних сил Соломон вырвал прибитые к дереву ладони и рухнул на землю, где его поджидали кровожадные мародеры Малахая. Это стало бы концом для Соломона, если бы о нем не забыли те повстанцы, что донимали его в трактире. Ополченцы, что хотели противостоять Малахаю, спрятали и залечили раны Соломону. Как только капитан встал на ноги, то сразу же засобирался погостить у колдуна и освободить Мередит. Повстанцы попытались остановить его, ведь прошло слишком мало времени, раны капитана не зажили до конца, да и остальные люди не были готовы к большой битве. Соломон не собирался брать с собой попутчиков, намереваясь все сделать в одиночку, но ополченцам удалось убедить капитана прислушаться к ним и позволить сражаться под началом капитана Кейна. Они рассказали Соломону, где искать Малахая, и капитан едва поверил своим ушам. Колдун обосновался в замке Аксмут, месте, где вырос Соломон. До того, как Соломон покинул замок, хозяином там был его отец, но похоже со временем все изменилось. То, что Соломон вырос в замке Аксмут, дало возможность провести людей в обход главных ворот, но похоже было на то, что внутри крепости прибытия повстанцев уже ждали. Когда появился человек в маске, стало понятно, что нужно отступать, иначе в окружении людям Соломона не победить. Самому Соломону вовремя отступить не удалось, потому что человек в маске занял его боем. Благо появилась возможность укрыться в стенах замка, где Соломон чувствовал себя как дома, потому что этот замок на самом деле когда-то давно и был его домом. В подземельях замка было много пленников. Соломон без раздумий помог им освободиться, в надежде отыскать среди заключенных свою Мередит. Но девушки нигде не было. В одной из темниц Соломон наткнулся на старика, прикованного цепями к стене. Капитан понял, что этот старик на самом деле его отец. В далеком прошлом Соломон ослушался своего отца, за что в наказании был изгнан из замка Аксмут и был лишен титула дворянина. Я от тебя отрекусь! Ты будешь нищим бродягой! Отец Соломона рассказал сыну, что сам привел колдуна в замок, чтобы тот вернул к жизни старшего сына правителя. Тогда Маркус не без помощи Соломона сорвался с обрыва и получил страшные увечья. Никто не смог помочь наследнику наместника, ни врачи, ни священнослужителей. Потому от отчаяния наместнику пришлось обратиться за помощью к Малахаю. И колдуну удалось сделать невозможное. Он привел старшего брата Соломона, Маркуса, к жизни. И еще с помощью темной магии превратил его в своего покорного слугу. С тех пор Маркус носит маску и разносит смерть повсюду от имени Малахая. Соломон не смог освободить отца атаков. И хозяин Аксмута на самом деле не хотел этого. Он хотел лишь того, чтобы Соломон помог ему избавиться от мучений раз и навсегда. В ярости Соломон хотел положить всему этому конец. Потому сразу направился в тронный зал. Пройти туда удалось без боя, потому что колдун на самом деле ждал паломника, который проделал большой путь ради своей веры. Соломон уже хотел обрушить клинок на голову Малахая, но тот трусливо испарился с помощью своей черной магии. Тогда капитан бросился освобождать Мередит. Малахай специально держал ее поближе к себе, зная, что Соломон разыскивает ее. Сломать замок до конца Соломону помешал клинок, проткнувший левое плечо. В то время как братья сражались, Малахай показал Соломону сюрприз, который для него подготовил. По ту сторону гигантского зеркала ждал своего часа голодный демон, прямиком из преисподней. Капитану пришлось немного повозиться со старшим братом, но в конечном итоге он смог одолеть его. С помощью крови Мередит Малахай смог выпустить демона из потустороннего мира. Из полины Зада начал охоту за Соломоном и почти поймал его. Отважный капитан не собирался играть в прятки вечно, потому смело вышел на центр зала и заявил Малахаю, что намерен исполнить свою клятву во что бы то ни стало. Душу Соломона не затянуло в портал Малахая. Это означало, что теперь проклятие снято и все грехи прошлого капитана прощены. Когда колдун исчез, пала и его стража. Со злом была покончена. Соломон вернул Мередит к ее матери, а сам похоронил своего отца и брата. Понимая, что это еще не конец и в будущем ему еще не единожды придется сражаться с адептами зла. Утешало только одно. Времена колдовства и черной магии, когда никто не шел против зла, ушли навсегда. На этом эта история подошла к концу, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь. До скорого!